Износ очистных сооружений в городском округе превысил 90%. Их эксплуатируют с момента постройки в 1978 году. Производительность на сегодняшний день составляет около 13 тысяч кубометров в сутки, при том, что необходимая мощность превышает текущие показатели почти в три раза. Та же ситуация и с работой насосной станции 1962 года. Подойти к решению вопроса необходимо комплексно, иначе проблему не устранить. На это из федерального бюджета выделено почти 3 миллиарда рублей. Как раз-таки за счет средств ИБК, инфраструктурный бюджетный кредит за 2,8 миллиарда рублей, планируется за два года, 2022-2023 год, модернизировать систему биологической очистных сооружений, это будет стоить 2 миллиарда рублей, и построить новую главную канализационно-насосную станцию за 800 миллионов рублей. За период два года планируется совершить строительство и ввести в эксплуатацию данные объекты. Результатами реализации масштабного инвестор-проекта будут увеличение пропускной способности очистных сооружений более чем в три раза, а также снижение сбросов загрязняющих веществ в системы канализации. Проект реконструкции очистных сооружений системы водоотведения начнут реализовывать уже в 2022-м. В марте этого года завершат проектные работы и определят подрядчиков, которые и приступят к делу. В ближайшие два года они будут трудиться ударными темпами, ведь от увеличения мощности системы напрямую зависит дальнейшее развитие города. Строительство новых микрорайонов неизбежно увеличивает нагрузку на сети. Александра Котикова, Никита Веприков. Время новостей.